Ермак Ермак – знаковое имя для Сибири. Его походы в Сибирь во время направления Ивана Грозного преследовали одну важную государственную задачу – покончить с остатками Золотой Орды в виде сибирского ханства, а также положить начало освоению вот этих масштабных территорий к востоку от Московского царства. Осенью 1582 года на Чувашском мысу, это в 17 километрах в ту сторону от современного Тобольска, произошло решающее сражение между казацким войском, соответственно, Ермака и полщищами хана Кучума. Сражение завершилось с победой экспедиции Ермака, что предопределило скорейший развал сибирского ханства. А уже через пять лет вот здесь, на мысе Чукман, другой части Латейской горы, был основан город Тобольск. Здесь как раз река Тобол и впадает в Иртыш. Ну а сам Тобольск на несколько столетий стал настоящими русскими воротами в Сибири. 185 лет назад в Тобольске по личному распоряжению императора Николая I был открыт вот этот памятник покорителю Сибири Ермаку. Вообще личность этого исторического персонажа, атамана, казачьей свободной вольницы, бесстрашному покорителю сибирского ханства, с которого началось завоевание Сибири, интересовала очень многих отечественных литераторов. Среди них был и Александр Сергеевич Пушкин, который даже хотел посвятить Ермаку целую поэму. Увы, до Ермака перо Пушкина так и не дошло. Как и не добрался сам поэт до Тобольска, хотя очень сильно хотел. Так или иначе, этот уникальный, с исторической точки зрения город Сибири хранит немало следов, связанных с биографией Александра Сергеевича. Для начала я предлагаю перенестись на 300 лет назад. В 2017 году для съемок экранизации исторического бестселлера Алексея Иванова «Тобол» вот здесь, на городской окраине современного города Тобольска, были построены эти масштабные исторические декорации. Подворье ученого и зодчего Семена Ремезова. Вот там находится дворец первого главы Сибирской губернии, князя Матвея Гагарина, который, кстати, был казнен по личному распоряжению Петра Первого. А еще типичные постройки сибирского посада начала 18-го столетия, то есть Петровской эпохи. Вот приблизительно по таким улицам, как их изобразили авторы фильма «Тобол», кстати, по сохранившимся рисункам Семена Ремезова, когда-то 300 лет назад гулял, либо же просто выполнял служебное поручение, тот самый Абрам Ганнибал, предок Александра Сергеевича Пушкина. А раб Петра Великого, который после смерти императора попал в немилость всесильному князю Меньшикову, он его ссылает в ссылку в Сибирь, в том числе Ганнибал служил в Тобольском гарнизоне. Уже из этой Тобольской ссылки в Петербург и дальше в западные губернии Российской империи его вернула племянница Петра Первого, императрица Анна Иоанновна. А уже другая императрица, Екатерина Вторая, отправила в Тобольскую ссылку двух других предков Александра Сергеевича, Михаила Алексеевича Пушкина и его брата. Кстати, Михаил Пушкин участвовал в знаменитом дворцовом перевороте в пользу Екатерины Второй. В его мундире близкая подруга Екатерина, княгиня Екатерина Дашкова, отправилась сопровождать будущую императрицу в Петергоф. Спустя годы братья Пушкины были обвинены как фальшивомонетчики и приговорены к смертной казни, которую лично Екатерина Вторая заменила на пожизненную ссылку в далекие сибирские края с лишением прав состояния. Вот именно здесь, в Тобольске, в печально известной пересыльной тюрьме, братья Пушкины отбывали свое наказание. Кстати, сам Михаил Алексеевич занимался переводами французских романов на русский язык. Повторюсь, что великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин до Тобольска во время своего знаменитого пугачевского вояжа так и не добрался. Зато здесь отбывали свое наказание декабристы, которым Пушкин сочувствовал. Среди них был и его любимый друг лицейской поры, тот самый Кюхле, поэт и декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Вячеслав Валерьевич, то, что называют пушкинской эпохой в России, еще и связано с таким важным общественно-политическим событием начала XIX века, это восстание декабристов. Понятное дело, что Петербург и восстание декабристов неотделимы друг от друга, но еще от декабристов неотделима Сибирь, куда их впоследствии отправили отбывать наказание, каторга, ссылка и так далее. Вот Тобольск, столица Сибири когда-то, до ворота в Сибирь. Сколько декабристов здесь оказалось? Как они здесь оказались? И сколько они здесь пробыли? Действительно, в разные годы в Тобольской губернии пребывало 40 декабристов. Конкретно в Тобольске 15 человек. Среди них Фанвизин, Аненков, Свистунов, братья Бобрищева Пушкины и ряд других. Дело в том, что в Тобольске конкретно декабристы уже не отбывали свою ссылку, сюда они приезжали на поселение. То есть уже после каторги? Да, то есть уже после каторги они приезжали на поселение, и кто-то из них мог получить работу, в частности, Муравьев. Он был также исполняющим обязанности в течение двух лет гражданского губернатора Тобольска и Сибири в целом. Вообще, если говорить о Сибири и конкретно Тобольске, то пик пребывания декабристов приходится на начало 30-х и конец 50-х годов 19-го столетия. 20-летие вот это. Да, Евгений Карлович Кюхлебекер, лицейский друг Пушкина, человек, который закончил лицей серебряной медалью. Известна также одна примечательная деталь. Именно когда он обучался в лицее, состоялась дуэль между Пушкиным и Кюхлебекером. Так называемая дуэль на клюкве. Почему? Потому что именно их оружие было набрежено клюквой. Ну и вы знаете, дуэль до первой крови. Естественно, именно эта дуэль решила и примирила двух друзей. Вообще, многие современники, описывая Кюхлебекера, говорили, что Пушкин любил и вообще любил общаться с Кюхлебекером, но ему не очень нравились его стихи. Говорят, что ответом на стихи Пушкина «Во глубине сибирских оруд» в 1845 году Евгений Карлович Кюхлебекер пишет стихи «Участь русских поэтов». Горька судьба поэтов всех племен, тяжелее всех судьба казнит Россию. Дело в том, что сам Кюхлебекер и его судьба, она достаточно многогранна и трагична, и, к сожалению, она заканчивается именно в городе Тобольске. Кюхлебекера похоронили на старинном завальном кладбище города Тобольска. Она находится вот там. В августе 1846 года. Согласно его воле, его захоронили между могилами двух декабристов. Семена Краснокутского и князя Александра Борятинского. Так получилось, что в Тобольске нет памятника Пушкину, зато есть скромное надгробие на могиле его любимого лицейского друга Кюхле. Я сразу вам признаюсь, что сегодня мы не сможем посмотреть могилы декабристов. Совсем недавно они закрылись на масштабную реставрацию. Она продлится ровно год. Но я вам обещаю, что через год мы вновь вернемся в Тобольск и увидим этот знаменитый мемориал. Тем более, что в 2025 году Россия отметит 200 лет того самого восстания, на Сенатской площади.